Проект кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета «Центр открытого образования на русском языке» позволяет иностранным студентам освоить русский язык. И если при поступлении в ВУЗ ребята столкнулись с языковым барьером, то сегодня свободно поддерживают беседу, общаются с русскоговорящими друзьями. Конечно, были сложности, когда только приехал, были, конечно, сложности, скучал по дому, но потом со временем привыкаешь и вот друзья помогают местные. Обучение ведется на трех курсах. Учимся на русском, история и основы права в России. Финальный этап – итоговое тестирование, по результатам которого слушатели курсов получают сертификаты. Это, несомненно, поможет иностранным гражданам в решении многих вопросов проживания, учебы и работы в России. Но придется постараться. Задания поступают прямиком из столицы. Сейчас ребята сдают вторую часть этого сложного теста. Тест проходит два дня у каждого слушателя. Они сначала сдали письменные все тесты, сегодня еще один письменный. Они пишут письмо и тест, который называется «Говорение», где они свои навыки, связанные с говорением, демонстрируют. Обучают иностранцев педагоги университета. Помимо солидной теоретической базы, ребята сразу же получают языковую практику, ведь все занятия проходят на русском языке. К тому же в ВУЗе большой поток студентов, а, как известно, ежедневная коммуникация с носителем языка – лучший способ им овладеть. Знания, которые студенты получают в университете, открывают дорогу к новым свершениям. Это и высокооплачиваемая работа, и масса знакомств. Конечно, у нас в народе тоже есть русские школы. А, естественно, там не будут скрывать, там платят нормально. Вот если человек знает, владеет русским языком, то туда берут на работу. Поэтому в любом случае, естественно, это знание мне понадобится в дальнейшем. Сейчас Джамал учится на втором курсе историко-филологического факультета. Время подумать над будущей профессией еще есть. А вот Диана Хамраева уже отучилась пять лет и готова шагнуть в новую жизнь. Девушка без пяти минут филолог. Ей уже не терпится передать накопленные знания своему народу. Я давно изучала русский язык. Он мне очень нравился. Поэтому я решила свою профессию превратить в свое увлечение и дальше изучать русский язык уже профессионально. Я планирую вернуться на родину или, возможно, открыть иностранные курсы для того, чтобы люди все могли изучать русский язык. Улучшать возможности работы Центра открытого образования на русском языке помогают гранты. А значит, есть определенные условия. Помимо внедрения трех новых курсов для обучения, это еще и издание трех учебно-методических комплексов по этим курсам. Причем это не учебно-методическое пособие, а это учебно-методический комплекс. Это значит, что туда входит не только учебник, но туда входят и другие материалы. А в частности, рабочая тетрадь студента туда входит. Для русского языка туда прилагаются еще аудиозаписи, видеозаписи. Одним словом, все, что необходимо для того, чтобы овладеть искусством русского языка. Кроме того, согласно грантовым условиям, вуз должен обучить не менее трехсот иностранцев в этом году. Ульяновский педагогический университет с задачей справился. И уже в скором будущем выпускники курсов пополнят ряды квалифицированных специалистов со знанием русского языка, как в нашей стране, так и за рубежом.